18.30 в Новосибирске области в эфире вечерние новости в студии Екатерина Тихомирова. Здравствуйте и коротко. Буквально несколько кадров о главном и интересном. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Раннее утро на станциях метрополитена, как всегда, людно. Большинство в масках и лишь некоторым правоохранителям напоминают, что маска должна быть надета на лицо полностью. Почему тогда не выполняете? Тем более после того, как вам замечание сделал представитель органов полиции. Вы пойдете, да? Сберегите свое здоровье и соблюдайте. Мы зайдем. Представители регионального Минтранса проводят рейды ежедневно на всех видах общественного транспорта мегаполиса. Совместно с полицией, Роспотребнадзором и общественниками. Данные по заболеваемости за последнюю неделю подстегнули граждан к соблюдению масочного режима. Сегодняшний рейд показал, что практически 100% граждан носят гигиенические маски, пока находятся на объектах транспорта. По статистике Минтранса, текущая эпидемиологическая обстановка действительно подстегнула людей носить маски в общественных местах. Если в прошлые месяцы за неделю выписывали более 40 протоколов о нарушении, то за первую неделю февраля всего 10. К слову, ученые отметили, что отсутствие маски при контакте с больным омикроном практически в 100% случаев ведет к заражению. Дмитрий Антипов, Сергей Жданов, Новости ОТС. Строители закончили монтаж фольцевой кровли над хоккейной коробкой и трибунами новой ледовой арены в Новосибирске. Крыша спортивного дворца сделана по принципу бутерброда. В ней пять слоев. И рабочим осталось закрыть периферийные участки. Это сделают до запуска отопления. В ускоренном темпе ведут и остекленение фасада. Металлические конструкции уже стоят в проектном положении. На них закрепляют стеклопакеты, большая часть которых уже смонтирована. Внутри здания возводят перегородки, работают электрики, бетонщики. Напомню, проект предполагает не только строительство здания ЛДС, но и обустройство подъездных путей к спортивному комплексу, строительство станции метро «Спортивная» и благоустройство прилегающей территории. Ведро картошки на рынке стоит от 200 до 400 рублей. Килограмм капусты – 70. Цена на неё резко выросла в конце прошлого года по всей стране. По данным Росстата, на целых 140%. Капуста на рублей 15 подорожала где-то перед Новым годом. А так больше ничего из овощей не подорожало. Всё такие же ценники. Производители не раз предупреждали о росте себестоимости продовольствия в среднем на 20-30%. Одним из ключевых факторов для поднятия цен становится и подорожание ингредиентов, из которых состоят продукты. Например, пальмовое масло в прошлом году стало на 120% дороже. Производители вынуждены закладывать это в себестоимость. Производство плюс логистика – это всё уже в дорогом виде доходит до ритейла, до конечного продавца, который в розницу продаёт нам с вами товароуслуги. Он добавляет туда небольшую совершенно торговую надбавку. Это в районе 5-8%. Я вас уверяю, потому что статистика есть, она как бы открыта. И в сумме получается вот такой высокий дорогой продукт для населения. В эту цифру закладывают возросшие расходы на семена, корма, топливо, зарплаты и другие факторы. Стоимость картошки с октября составляет 45-50 рублей за килограмм. Продавцы признаются, что изменять цену пока не планируют. Стоимость продукции формируется на основе баланса спроса и предложения. Если случилась вспышка птичьего гриппа, часть поголовья кур оказалась потеряна. В итоге мясо птицы на рынке стало меньше и цена выросла. Я считаю это нормально, потому что фактически как таково мясо нет в деревне. Вот чтобы вот именно вольно было, как раньше было, например, брали по 200 рублей, по 210, 250. Но сейчас нет мяса. Мы достаем его тоже, привезет частник свое мясо, он пока заклеймит. Это же вы тоже это время, за справку заплати, здесь все заплати. Я считаю это нормально. По данным Росстата, за первый месяц года произошло подорожание сахара, молока, капусты, картофеля и других товаров. Там поступают постоянные обращения от граждан, с одной стороны, от контрольных органов, чтобы, собственно, обосновали повышение. Но это опять-таки вопрос коммерческой деятельности. Здесь логистика, содержание, зарплаты, вывода фондов и так далее, так далее, все складывается. Ну и, соответственно, исходя из этого формируется такая цена. Конечно, сегодня этот вопрос находится в особом контроле у нас в МИМ-промторге. По результатам проведенного антимонопольным органом совещания, некоторые новосибирские торговые сети ввели самоограничение наценок на социально значимые продовольственные товары. Магазины используют повышенное внимание регуляторов как оправдание для отказа поставщикам в повышении цен, а производители вынуждены работать на грани или ниже рентабельности. Екатерина Радаева, Тарас Тарасов, Дмитрий Злобин. Новости ОТС. И смотрите дальше в нашем выпуске «Вместе ради общего будущего». Олимпийский девиз 2022 и открытие игр «Начинаем болеть за наших». Поможем Семену, мальчику с ДЦП. Нужны деньги на операцию. И выставка театрального художника Владимира Авдеева. Подробности расскажем. Оставайтесь с нами. Совсем немного осталось до открытия 24-х зимних Олимпийских игр в Пекине. Соревнования пройдут при соблюдении жестких антиковидных мер практически без зрителей. И впервые почти все старты на искусственном снегу. Россию представляют 212 спортсменов. Это третья по численности делегация после США и Канады. За медали поборются и представители Новосибирской области. Сегодня ночью в Пекин прилетела биатлонистка Евгения Буртасова, лидер общего зачета Кубка IBU. Поболеем также за биатлониста Данила Серохвостова и разгоняющего в Бабслее Михаила Мордасова. Также за Марию Васильцову, нашу спортсменку на сноубордической трассе. Ей придется бороться не только с соперницами, но и с последствиями перенесенной травмы. И добавлю, что в предстоящие выходные новосибирские спортсмены в соревнованиях не участвуют. Так составлен график. А вот на следующей неделе будем болеть за наших. И дни хоккея на канале УТС до какого играем в районах области, на площадках, которые возводили всем миром. Под руководством спортивной редакции нашего канала и авторов проекта «Весело в селе». Так сегодня в Краснозерском разыгрывали первый в истории кубок УТС по хоккею. Прямую трансляцию мои коллеги организовали прямо из центра села Нижнечеремошное. На лед вышли сборные Краснозерского, Карасукского, Коченевского районов. Кубок победителей отправился в Карасук. А уже завтра в 10 часов утра баталия в селе Веселовское. На льду встретятся хоккеисты из Новосибирска и Краснозерского района. Город против села. К другим темам. С начала этого года в квитанциях ЖКХ в графе «Капитальный ремонт» новосибирцы увидят новые цифры. С января тариф увеличили на 2 рубля. В областном правительстве меру называют вынужденной. Произошло это из-за резкого роста цен на стройматериалы в прошлом году и увеличения объемов программы на текущий год. В планах капитальный ремонт почти тысячи многоквартирных домов и по старым ценам подрядчики просто не берутся за работу. При этом в бюджете заложены средства на компенсацию тарифов для пенсионеров. Новосибирцам старше 70 лет компенсируют половину взноса за капитальный ремонт, а людям старше 80 лет всю сумму. Программа 2022 года будет выполняться. Мы сегодня уже формируем план 2023-2025 годов. Текущего повышения, такого значительного, достаточно. Последующее повышение, скорее всего, будет уже не таким скачком, не такой резкий рост. Чтобы отрасль животноводства приносила прибыль в хозяйстве Кутузовская, параллельно с производством молока начали развивать мясное направление. Первые шаги уже сделаны. Подробности в сюжете наших корреспондентов. В Кутузовском хозяйстве больше тысячи голов. Одних дойных коров четыре сотни. Чтобы всех накормить, напоить, подоить, нужны умелые руки, а их не хватает. Результат – нет ожидаемого роста производства молока. Это самый сложный момент, который приходится решать ежедневно. На сегодняшний день ситуацию, как бы мы, ситуацию в стакане, от точки соприкосновения не нашли. Но он всегда вопрос зыбкин. То есть на сегодняшний день это больная тема. Тысячное стадо обслуживает 15 человек. Совмещают должности. Например, Алиджан Желяев ухаживает за телятами и доит коров. Решил попробовать. Просто попробовать. Получится, получится. И как бы вот попробовал подоить коров. И вот получилось. И теперь я стал доером. То есть как бы и обычного доения, и родильного, то есть и поить телят. Действительно, это сложно. Это надо подойти к этому, ну, серьезно просто, как бы, чтобы не так, что подоил, там, бросил и все. Потому что если так, то это, ну, будет испорчена корова. Вот, и поэтому, как бы, ну, просто, ну, не умел ничего. Как каждый подсказывал, там, кто-то подскажет, кто-то покажет. И поэтому так и научился. Чтобы хозяйство оставалось на плаву, тут начали формировать стадо мясных пород. Коров искусственно плодотворили семенем геррифордов. Получилось первое поколение, которое будем заниматься уже, на естественную случку, уже ушли первое поколение. Дальше планируем приобрести быков мясного направления, чтобы не пошли непосредственно на случку. Ну, и сколько ситуация позволит, так же телочек для старта в развитии параллельного мясного направления. Первые результаты обнадюживают. Годовалый молодняк не требует особых забот. Больше 600 коров зимуют в денниках. При хорошем корме животные быстро набирают вес. И, что важно, обслуживает их один скотник. Обстановка здесь положительная, благоприятная для животных. Намного крепче, мы видим, и телки, когда уходят уже на осеменение, они набирают вес быстрее при таком методе содержания. И меньше заболеваемость, крепче становятся животные. Основа мясного направления отрасль животноводства в Кутузовском заложена. Окажется ли она прибыльной, покажет время. Сергей Толмачев, Калина Распопина, Сергей Шевченко. Новости ОТС. Герои нашего следующего сюжета всего два с половиной года. У Семена ДЦП и необходима операция. Деньги семье нужно собрать немалые. Четыре миллиона. Родители мальчика и корреспонденты ОТС надеются на помощь неравнодушных людей. Семе два с половиной года. В стремлении познавать мир он обгоняет всех сверстников. Учит алфавит, цифры, пытается читать, смотрит мультики на английском языке и с радостью беседует с гостями. Давно у тебя этот Мишка? Да. Сколько ему лет уже? Мама, сколько ему лет? Ну как думаешь? Ну давай, пусть ему будет тоже два, как тебе. Мишку подарили волонтеры. Они давно и плотно работают с семьей Литовченко. Семен родился недоношенный. Весил меньше двух килограммов. Со временем родители стали замечать, что ребенок не переворачивается. Врачи поставили диагноз ДЦП. МРТ головного мозга подтвердило, что действительно у Семена, из-за того, что у меня было во время беременности высокое давление, у Семена была гипоксия, из-за этого произошли экстренные роды, соответственно, пострадал головной мозг. И нам поставили диагноз ДЦП, соответственно, из-за того, что кислородное голодание было у ребенка. Основной удар пришелся на спину и ноги. Мальчик может сидеть только с поддержкой, ходить не получается, только ползать. Родители учат Сему передвигаться на ходунках, но из-за тонуса мышц мальчик быстро устает, ноги начинают заплетаться и болеть. И все же ходить – любимое занятие ребенка. И главная мечта. Что делал сегодня? Расскажи мне. Ползал. Ползал? И ходил. И ходил? А что тебе больше всего делать нравится? Ходить. Сейчас состояние Семы поддерживает регулярная реабилитация. Но той, что предоставляется по ОМС, не хватает. Четыре раза в год родители возят мальчика в Томск на платный курс. Месяц лечения стоит около 350 тысяч рублей. В год это почти полтора миллиона. Нам требуется операция СДР. Это селективная торсальная резотомия. Операцию мы планируем делать в Америке. Это город Сент-Луис. Это оперирующий нейрохирург доктор Парк с очень большим опытом работы. Более 35 лет. На его счету уже больше 5000 таких операций. Это единственный метод, который может избавить ребенка от спастики. Цена здоровья Семы больше 4 миллионов рублей. Именно столько потребуется на перелет, операцию и реабилитацию. В благотворительных фондах такой суммы нет. Много нуждающихся. Откликнулись только в фонде «Вера в жизнь». Собрали 88 тысяч. Еще немногим больше 2 миллионов собрали родители мальчика через Инстаграм. Также запустили сбор макулатуры в поддержку Семена. Мы сейчас договариваемся с комитетом по образованию, чтобы запустить сбор макулатуры в детских садах, в школах. Операция назначена на лето, но дорог каждый день. Чем быстрее соберут деньги, тем быстрее Сема встанет на ноги. Мальчику очень нужна помощь. И оказать ее могут зрители телеканала ОТС. Вся информация по сбору средств есть в Инстаграме на специальной страничке, адрес которой вы видите на ваших экранах. Екатерина Новгородцева, Тарас Тарасов, Новости ОТС. Эскизы как произведения искусства в Новосибирском художественном музее. Выставка работ Владимира Авдеева. Автор много лет сотрудничает с театрами, концертными площадками и киностудиями. О роли художника в создании спектакля или кинокартины Алексей Кудинов. Владимир Авдеев один из самых успешных новосибирских театральных художников. В профессию он пришел в конце 70-х и за это время оформил около 165 спектаклей и множество шоу в разных городах страны. Эта выставка рассказ и о профессии, и о театрах, и о тех пьесах, с которыми приходилось работать. Антон Павлович Чехов умудрился между строк написать больше, чем в тексте. И поэтому его драматургия будет вечной. Ее еще будут ставить много-много сотен лет. Я думаю, и искать в ней будут каждый раз что-то новое. А были пьесы, да, которые прочитал и понимаешь, что она ничем не кольнула, не царапнула. Но если поискать к ней какие-то ассоциативные вещи, то можно из собственного багажа добавить. Как бы Владимир лично не относился к тексту пьесы, это в любом случае просто рабочий материал. Какой спектакль из него получится, зависит не только от таланта актеров, но и от постановщиков, режиссеров, хореографов и художников. На выставке представлена как рабочая документация, эскизы костюмов, декораций, так и картины, написанные после выхода спектакли. В них словно совмещаются замысел и впечатление от результата. Очень много людей проявили интерес и из театральной среды, да, потому что мне звонили актеры, мне звонили режиссеры, спрашивали, когда можно прийти, если кто-то не смог сегодня посмотреть. Ну и вообще такая выставка, она интересна, на мой взгляд, всем, кто вообще интересуется изобразительным искусством. Кроме эскизов к спектаклям, на выставке есть и раздел, посвященный кино. В начале 90-х Владимир Авдеев работал над картиной «Группа рисков», в которой одной из первых своих больших ролей исполнил Алексей Булдаков. Эти эскизы самодостаточны, они интересны и тем, кто не смотрел фильм. Это относится и ко всему творчеству Владимира Авдеева. Его работы прекрасно существуют и в отрыве от спектаклей и шоу, для которых создавались. Алексей Кудинов, Андрей Дулепов, Новости ОТС. Это все новости к этому часу. Информационные итоги дня подведем на канале ОТС в 20.30. Спасибо за внимание. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин